В России продолжают набирать обороты внутренние конфликты и склоки из-за неудач в Украине. Командиры различных вооруженных формирований, которых в России возникли уже десятки, стали выяснять отношения друг с другом и валить друг на друга ответственность за эти неудачи. До сих пор в России известен был один такой публичный, громкий, очень скандальный конфликт между министром обороны Шойгу и владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Но об этом уже все знают, я много раз освещал эти конфликты в своих блогах. Но теперь в этот конфликт вступили еще и люди Кадырова, которые вступили в него на стороне Шойгу против Пригожина. Приближенные Кадырова стали в агрессивной форме требовать от Пригожина, чтобы он прекратил критику российского командования. Например, депутат Госдумы Адам Делимханов, который также известен как правая рука Кадырова, записал обращение к Пригожину. В этом обращении он обвинил Пригожина в том, что тот плохо воюет, бездарно командует, положил огромное количество своих людей в местных штурмах в Бахмуте и забил Пригожину стрелку. Сказал, чтобы тот назвал свой адрес и чеченцы подъедут на этот адрес, чтобы с Пригожиным разобраться. Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, орешь, что у нас только проблемы и что нет боеприпасов и так далее и тому подобное. Мы все знаем, сколько людей положил в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где что, когда увидимся. Как говорил Антон Ахматович, и мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже. А то народ и наше общество, они не понимают уже многих вопросов, почему он кричит, что чуть ли не у него армия вторая или третья. Я не знаю, что у тебя есть вообще, что у тебя за армия на самом деле. Ох уж это вторая армия мира. Генералы забивают друг другу стрелки и записывают видосы с угрозами. И эти люди там еще угрожали Америке и странам НАТО и говорили, что готовы с ними воевать. Представляете, как НАТОвские генералы ржут вообще, глядя на весь этот цирк. Помимо Дилимханова, свое видеообращение к Пригожину записал также и другой ближайший соратник Кадырова, председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он тоже потребовал, чтобы Пригожин прекратил жаловаться на нехватку боеприпасов и заявил, что самого Пригожина следовало бы поставить к стенке. Когда, в какое время, в каких воинах все это хватало. Но это не значит, что воин должен об этом кричать. Мне это не хватает, мне другое не хватает. Твоих заявлений ты всегда намекаешь, кого-то надо расстрелять. Там, третий, десятый, Дион. Так я вот скажу тебе, Дион, вот за такие заявления даже, не ежедневные, Дион, а вот за такое одно заявление, на вторую мировую войну, великую отечественную, Дион, сразу поставили к стенке, Дион. Ты об этом просто-напросто, Дион, прекрасно понимаешь, Дион. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подпишитесь прямо сейчас, оставьте лайк или комментарий к этому видео, так оно получит больший охват и больше людей, соответственно, узнают о том, что происходит. Пригожин, в свою очередь, тоже не остался в долгу. Он распространил от имени ЧВК Вагнера обращение непосредственного командира Вагнера, вот реального командира ЧВК Вагнера и основателя Дмитрия Уткина с позовным Вагнер. Вот этот замечательный человек, сразу видно, что это настоящий антифашист с татуировкой в виде символики СС. Напомню, что эти люди утверждают, что проводят у нас деноцификацию. Уткин ответил чеченцам довольно грубо. Он спросил, кто давал им право называть Пригожина Женей и Наты и заявил, что готов приехать на Стрелку, напомнив, что знает кадыровцев еще со времен двух войн в Чечне. И это самый интересный момент, потому что в свое время и Дмитрий Уткин, и Адам Делимханов действительно воевали в Чечне, только по разные стороны фронта. Делимханов был соратником известного полевого командира чеченцев Салмана Радуева, а Уткин был капитаном российской армии и, соответственно, воевал против чеченцев. Но этим не кончилось. Телеграм-каналы Пригожина стали публиковать обращения и других командиров ЧВК Вагнера к кадыровцам, и там были еще более жесткие заявления. Тень, командир ЧВК Вагнер, герой России. Каждый выполняет свою работу как может, просто мы свою выполняем лучше. Чем занимается подразделение Ахмат? Какие у них задачи, мне неизвестно, так как у нас свое подразделение и свои победы. Назвав Евгения Викторовича блогером, они нас оскорбили и в корне неправы. Когда подразделение ЧВК Вагнер брали Александровку, Попасную, Покровская, а нас толком не знали, что мы есть. Мы просто делали свою работу, в то время как на просторах Ютуб и ТикТока выкладывали ролики ребята из Ахмат. Тут еще надо задать вопрос, кто есть блогер, а кто пытается добиться справедливости для своей страны и своих бойцов. И да, проблемы у нас есть, о которых не боится говорить Евгений Викторович, в то время пока Ахмат замалчивает о них и о своих потерях. Крамнец, командир ЧВК Вагнер, герой России. Подразделение Ахмата я рядом в атаках никогда не видел. Ни на Попасной, чтобы они рядом с нами ходили. Помню подразделение наше, ЧВК Вагнер, которые справа от меня наступали, и которые слева от меня наступали. Помню Министерство обороны, которое в тылу пряталось. Ахмата же я рядом не видел. Ну то есть, вагнеровцы не стали извиняться после наезда кадыровцев, а решили обострить конфликт, решили пойти на обострение и стали один за другим предъявлять вот этим кадыровцам их формированию Ахмат, что они на самом деле липовые военные, что они нигде толком не воевали, себя не показали и снимали только видео для ТикТока. В общем, ситуация в России становится все интереснее и интереснее. Две самые крупные российские частные армии, армия Кадырова и армия Пригожина, стали открыто враждовать между собой, очевидно, предчувствуя, предчувствуя какую-то катастрофу, какое-то падение власти в России и готовя, соответственно, сцепиться друг с другом в борьбе за власть. Понятно, что в любой нормальной цивилизованной стране такого просто не могло бы быть, потому что в цивилизованных нормальных странах нет вот этих частных армий, частных группировок. Есть одна обычная армия, есть вертикаль власти, есть закон, даже Украина, посмотрите на Украину, насколько она более цивилизована и прогрессивна в сравнении с Россией, которая хвалилась тем, что у нее невероятная армия, невероятно мудрый Путин. Но в реальности мы видим, что в России действует просто какой-то средневековый феодализм, когда каждый олигарх, каждый какой-то местный феодал хочет заводить себе частную армию, вооружает эту частную армию, она начинает подчиняться только ему, и между этими частными армиями предсказуемо начинается грызня. Особенно, конечно, она обостряется, когда наступает какой-то кризис на фронте, какие-то внешние проблемы, неудачи, провалы. Понятно, если бы не было в Украине проблем, если бы Россия воевала успешно, если бы у Путина все получилось, не было бы этих конфликтов, как их не было до начала войны вторжения в Украину. Но на фоне неудачи они обостряются, потому что все валят ответственность друг на друга. И опять же, все предчувствуют, что что-то будет, потому что мы понимаем, что будет дальше. Дальше неизбежно, рано или поздно, Путин или умрет, или просто одряхлеет от старости и потеряет контроль над ситуацией. Поскольку нет в России законного нормального механизма смены власти, начнется просто вакуум власти. Нет демократического способа передачи власти, будет сидеть этот дед там со слюнями, течь он не будет уже ничем управлять. И вот такие группировки тогда начнут брать власть в свои руки и начнут рвать Россию в борьбе за власть друг с другом. И мы это еще увидим, потому что, как мы все видим уже, к этому на самом деле все и идет. Подписывайтесь на канал, друзья. Будет интересно. Подписывайтесь на канал, друзья.